Для того, чтобы проехать за рычагами танка, Мария Денисовна прибыла в Валуйке. Здесь дислоцируются части 3-й Вислинской мотострелковой дивизии. Железную бабушку встречал командир. Гомандир 3-й дивизии генерал Авдеев. Ох, очень приятно. Старшина, я знаю, старшина медицинской службы. Мария Денисовна призналась, что войну ей, молоденькой медсестре, приходилось из танков вытаскивать раненых. Но сидеть внутри и тем более управлять никогда. Бушлат, шлемофон, небольшой инструктаж, последние приготовления. Но наша героиня, кажется, совершенно не волнуется перед поездкой. В ней абсолютная уверенность, что боевая техника ей покорится. Железная бабушка меня называют. А я говорю, не железная, а стальная. Железо ржавеет. И сегодня Мария Денисовна снова подтвердила, что стальной бабушкой ее окрестили не зря. 46-тонная машина Т-72Б послушно под ее управлением проехала по полигону со скоростью 20 км в час. За годы войны Мария Колтакова была дважды ранена, контужена. Однажды ее родные даже получили похоронку. Но она выжила сама и спасла с поля боя более 300 солдат. До сих пор они приходят во снах. Отчасти поэтому ставит свои экстремальные рекорды. Пытается затмить на душе воспоминания о страшной войне новыми острыми эмоциями. Но главная цель – быть примером для новых поколений. Я страх переворола в себе на фронте. Ничего мне здесь сегодня не страшно, если я на фронте не умерла. Я испытывала свою энергию, на что я еще в свои 99 лет способна. Я сделал это для вас. Пример со старухи, как надо жить и бороться за жизнь. В Алуйках этот день назвали историческим. Глава муниципалитета под впечатлением. Мария Денисовна показала подвиг, настоящий подвиг. И такое чувство сразу гордости. Думаешь, господи, на что способен русский человек. Легендарная белгородка Мария Колтакова свои 99 лет управляла танком. Теперь этот рекорд в ее копилке, где уже есть прыжки с парашютом, покружение с аквалангом, полет на дельтаплане. Останавливаться на этом она не намерена. У меня энергии хватает для этого, поэтому я делаю то, что я хочу. У меня еще три рекорда надо сделать. Татьяна Кулькова, Александр Квитко. Такой день на мире Белогоря.